Спасибо. Время Твое. Напомни мне тему. Здоровление. Дорога Н.А. Окей. Спасибо. Всем добрый вечер, доброй ночи. Марио Зависимый. Любим тебя. Спасибо. Я вас тоже люблю. Спасибо, что пригласили меня быть спикером. Спасибо, что пригласили меня быть спикером. Откуда он подъезжает? Я, наверное, расскажу, как я попал на программу ОНЕ. Погласили меня быть спикером на программу ОНЕ. Я вообще не планировался. Я не пришел, меня привели. То есть, может быть, самому у меня бы не хватило смелости пойти? Так получилось, что некоторые из моих соупотребителей начали ходить на эту программу. И я попросился тоже идти с ними. Хотя я думал, что у меня-то особенно проблемы нет. Потому что, ну, максимум можно таблетками сбить то состояние плохое, которое у меня было. Чем изгадать, что это таблетки больше или больше? Я, вот если бы мне сказали, что есть какая-то духовная программа, которая сможет меня вернуть к жизни. Я, наверное, не стал бы этим заниматься, потому что для меня было единственное непонятно, почему я постоянно возвращаюсь к употреблению. Мне казалось, что я хорошо подготовлен к жизни, умею выкручиваться, меня очень трудно наказать. Хорошо, умею скрываться, обманывать. Как вы думаете? Мне казалось, что единственная проблема все-таки это даже не с употреблением, а с тем, что из-за этого употребления, из-за слишком сильного употребления я оказался в такой плохой ситуации. Я не могу видеть правду. Я не могу даже понять, что я чувствую. Это была какая-то постоянная беготня, в которой надо было постоянное напряжение и постоянная беготня. Я даже один раз, я помню, в отчаянии пришел к морю и начал кричать, что я устал, я очень устал. Я плакал и кричал, что я устал, у меня нет сил. Потому что все шло не так. Все шло не так, как я хотел бы и все как было запланировано, как я думал, что будет. К моменту, когда я достиг уже отчаяния, у меня ничего не было. У меня ничего не было и это меня очень расстраивало и удивляло, потому что у меня было запланировано совсем другое. Я не собирался воровать. Я не собирался бомжевать. Жить на улице. Я думал, что как-то временно все погуляю, повеселюсь. И можно будет обратно вернуться в жизнь. Это не получилось. Я пробовал, я делал какие-то попытки, пробовал, но это не получилось. Мне пытались помочь, но я не очень-то разрешал, чтобы мне помогали. Люди переживали за меня. Люди хотели где-то мне помочь. Наверное, люди меня любили. Но мне казалось, что они хотят не только плохого. Это интересно, что я сам себя считал человеком очень справедливым внутри себя. А при первой же возможности вредил людям, обманывал их и подрывал доверие. И вот тут такой момент получается. Я несколько раз пробовал сам выйти из этого. И как только мне становилось плохо, как только я заходил в процесс очищения, мне сразу же становилось настолько плохо внутри, что я не мог выдержать и возвращался назад. Это со мной происходит иногда и сегодня, когда я пытаюсь что-то бросить или начать что-то новое. И через какое-то время я понимаю, что я не могу еще, я не готов. Я должен был дойти до какой-то точки в своей жизни, чтобы у меня уже не было никаких отступных путей. Я когда попал на программу ИНЭ, у меня уже ничего не было. Но я по-прежнему еще что-то внутри меня не давало капитулировать. Я помню, ходил, ходил, и в один день один человек, который, ну, ветеран, который уже был на программе долго, сказал мне, смотри, Марио. Это программа не такая простая, как мне кажется. И что ты так вот придешь и сможешь остаться легко. Из каждых десяти, кто приходит, один остается. Из каждых десяти, кто остается, один начинает работать по шагам. Из каждых десяти, кто начинает работать по шагам, один начинает жить этой программой. Так что смотри, хочешь ты быть этим одним или ты дашь возможность быть другим. Если у тебя есть хоть капелька эго, ты попробуешь что-то сделать. Спасибо. Спасибо. но не тогда, чтобы бдить истинное субтитры, с которыми они были. Но где-то субтитры, заслужили в магазинах. Но и для меня были дружинские отзывы. И я тянусь, что стреляли, а чтобы я понял, что это было как-то на программе. Я вот его послушал, и я почему-то почувствовал, что я своё место не отдам. Пусть остальные подожду. Я не думал, что я останусь на программе, мне было достаточно странно находиться среди людей, которые говорили о чём-то, о чём я не привык разговаривать. Я очень любил эти истории, которые рассказывали на собраниях, где проявлялась высшая сила. Я очень хотел, чтобы в моей жизни появилось чудо. И вот когда я слышал у других, что происходят какие-то чудеса и происходят какие-то удивительные события, мне казалось, что я попал в нужное место, потому что мне этого очень не хватало. В остальном, когда рассказывали, говорили о духовных принципах или о традициях, мне это было непонятно. Ну, я не совсем понимал, как можно остаться чистым, если тебя не проверяют, и у тебя нет каких-то обязательств. И ты никому не должен пообещать. Я всегда любил в жизни обещать, что я больше никогда не буду, я это последний раз, я в следующий раз сделаю по-другому. А тут никто не просил, чтобы я что-то поклялся или пообещал, там, могилой своих родственников. Поэтому это было немножко странно. Даже когда я уходил, меня никто не хватал за руки и не говорил, давай возвращайся или там, куда ты пошел. Был период, когда я чувствовал себя очень плохо на программе. Мне казалось, что программа больше мне ничего дать не может. Это было в начале пути. А потом я начал работать по шагам. И у меня в жизни тоже начали происходить те истории, о которых рассказывали. Я не мог понять, как это происходит. И не мог поверить, что действительно есть что-то, что мне помогает. Я бы, конечно, не стал ни с кем спорить по поводу присутствия Бога или нет. Все зависит от того, кто со мной говорил. Но внутри себя я ни в какого Бога не верю. Я не мог как-то соединить то, что со мной происходило в жизни и то, что есть какая-то любящая сила. А когда начали происходить вот эти вот события, вот эти вот истории со мной, я начал верить. Я начал верить в то, что я не один. У меня голова по-прежнему хитрила и комбинировала. И по моему понятию, таким людям Бог не должен помогать. Потому что я, может быть, и делал какие-то вещи, но в мыслях я совсем другое о себе. И искал какую-то свою выгоду всегда. Еще раз, Марью, я что-то прозевал. Я делал вещи какие-то хорошие, но все время думал о своей выгоде. Я вот, наверное, всем в своем выздоровлении рассказывал эту историю, как я поехал в город. У меня было минимальное количество денег и я должен был еще купить сигарет после того, когда поеду обратно. У меня было 50 шекелей, пару сигарет и на дорогу, и я должен был отвезти документы в город. Когда я вышел из автобуса возле набережной, я увидел девушку, которая сидела с табличкой, на которой было написано по-английски «Помогите мне с едой». Девушка была очень красивая. Я понял, что я ей помогу с едой. Я ее взял за руку и сказал, пойдем в магазин. Я почему-то внутри себя подумал, что я уже больше не останусь один. Она истратила все мои деньги. Когда мы вышли из магазина, она поцеловала меня в щеку и побежала. Я сказал, бля… Я остался без сигарет. Я больше никогда не хочу делать хороших поступков. У меня было еще на дорогу, я вернулся. Я думал, как же глупо я поступил, помогая этой девушке. Какой же я фраер. Я шел к дому и почему-то у меня в голове было… Я настолько был обижен на жизнь, что я сказал, сегодня на ЭНЭ не пойду. И когда я поднимался по лестнице, я увидел на ступеньке пачку сигарет. Я открыл ее, она была почти полная, там была зажигалка, а сзади за фольгу было положено 50 шекелей. Я сказал, я обязательно пойду на ЭНЭ сегодня. Что-то стало меняться у меня после таких вот историй. Я начал становиться каким-то другим человеком и видеть какие-то другие вещи в жизни, которых я до этого не видел. Я человек не духовный, я человек материальный. Мне нужны вот такие доказательства его присутствия. И он мне предоставил эти доказательства. И эти истории почему-то начали происходить постоянно. Я купил велосипед, ехал на велосипеде на шаге. И вечером было уже темно, но я увидел 50 шекелей на дороге. Годы употребления развили мое зрение до того, что я стал видеть по ночам. Я взял эти деньги и сказал, спасибо тебе, Боже, мне их очень не хватало. Я начал думать, как я их потрачу. Пошел на шаги во время группы, забыл про эти деньги. И когда возвращался домой, не доезжая до дома где-то 100 метров, у меня порезались оба колеса. Я понял, зачем он мне послал 50 шекелей. Это была ровно та сумма, чтобы как раз заклеить эти колеса. У меня один из моих спонсоров говорил всегда мне. Марио, как ты, человек, который не мог слышать слово Бог, стал таким верующим? А я вас спрашиваю, как после этих историй я не стану верующим? Я уже не говорил про то, что мне кажется, оставаться чистым это достаточно просто. Но это полностью заслуга только моей высшей силы. По каким-то ей известным причинам она оставляет меня чистым. Я стараюсь... Да. Я стараюсь благодарить ее, делясь с другими зависимыми и помогая другим зависимым. Раньше я думал много разных вещей, зачем я остался чистым. Сегодня я понимаю, зачем. Если бы мне сказали об этом вначале, я бы наверно плюнул в лицо. Но сегодня я понимаю, что то, для чего меня оставили чистым, это чтобы я нес весь другим страдающим зависимость. Когда я слышал об этом, у меня поднималась волна возмущения внутри меня. Потому что я эгоцентрический человек, я думаю только о себе. Но это не значит, что я буду заниматься в жизни только несением вести. Это просто главное предназначение. Но я буду заниматься и всем остальным, что мне жизнь даст. Семьей, работой, учебой, друзьями. Я не знаю, что я буду заниматься в жизни. Пока я делаю это, мне не на что жаловаться. Потому что даже в том положении, в котором я сейчас нахожусь, если убрать программу сейчас, я не знаю, как с этим совсем разобраться. Но когда я ставлю на первое место несение, несение вести, тогда все остальное тоже как-то решается. Мне трудно с деньгами. Мне трудно с карьерой. Мне трудно с семьей. Мне очень трудно построить отношения с друзьями. И при этом у меня все есть, и я нигде особенно не страдаю. Я благодарен, что вы меня пригласили. Спасибо, Василия. Спасибо Томазу, что переводил. Я знаю, как это не легко. Спасибо всем. Спасибо. 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 .